Привет, мои дорогие! Я на набережной. Ходила сегодня в поликлинику, сдавала анализы, общий анализ крови, контроль, потому что когда я сдавала в тот раз, мне только с Д назначили витамин, который у меня в норме. А мы вчера с мужем... А, сегодня нам надо витамин добить, забыла. Добьем это то, что ты назначили. А что выбрасывать? Мои дорогие, я нахожусь на набережной. Возвращаюсь домой уже. Великим делам. Давно я здесь не была. Надо как-то, надо после поста возвращаться в свой ритм жизни, потому что нарушен весь режим поздно ложись, рано встаю. Но вчера мой муж меня пожалел и говорит, иди ложись. Два часа я легла. Тут и я. Устала сегодня как с оболоком. Пан Портленко. Дочь, как красиво. Ну, успокойся, говорю. Какой с небес. Конечно, с утра никого нет. Море с такой пеной, но здесь купался один мужчина, переодевался. Успел он, видно, пока чистая была вода. Что я могу сказать, о чем я хочу поговорить с вами. Какие-то мысли вечером приходят, а утром забываю. Надо сразу забрать камеру и записывать. Хочется же с вами тоже потрындеть с девчонками. Вчера, знаете, может мне отвечать вам на ваши комментарии, как делают многие блогеры. Да, и тема какая-то будет для разговоров. Вот. Можно, в принципе, это сделать. Девочка хорошая такая. Попка накачанная. Свете тоже надо подкачать. Сейчас байрам начнется. Начнутся пикники с утра. Жизнь, значит, придет в свои русла. Вернется все, как было. Я так рада за своего мужа. В каком смысле, мои дорогие? То, что он соблюдает пост. Видите, какая я стройненькая. Все висит на мне. Буду взвешиваться в понедельник. Друзья мои, я так чувствую себя замечательно. И я так горжусь собой. Какая я вообще молодец. И вы у меня молодцы. Мы все бросаем, а с чего-то избавляемся. Ради чего? Ради того, чтобы... Ну, мы не стоим на месте. То, что мы хотим попробовать что-то новенькое для нас. Так интереснее жить. Вот, смотрите, у меня настолько интересная, насыщенная жизнь, что у меня нету времени до сериалов, нету времени до сплетен, нету времени ни до чего. Я так в данный момент чувствую себя нужной и востребованной. Я удивляюсь тем, кто скучает, у кого депрессия. Начните заниматься собой. Те, кто приезжает из чужих стран. Адаптация должна как у вас пройти. Беритесь, что-то новое изучайте, не бойтесь. Это так интересно. У меня, если бы было сейчас физическое время, я бы и сертификат получила бы по нейрографике еще другой курс и прошла. Очень хочу. И получила бы, по крипте бы получилось, по курс пошла. Физически нет времени. У нас сейчас последний год в бизнесе так все развивается большими темпами, что очень много времени у меня сейчас, так как я лидер и у меня команда, много времени я на это уделяю. С командой работаю. И все внимание у меня в основном на бизнес, потому что бизнес приносит мне доход. Естественно, бизнес все делает. Как говорится, бизнес это все, это будущее моих детей. ГИГУС на первом месте. Верите, вы не верите, мне уже параллельно абсолютно. Не верьте никто. Я продолжаю жить от того, что вы верите, не верите. Многие пишут и гадости пишут, и блокирую я их сразу. И сами как-то попадают в систему и блок. Господи, дорогие мои зрители, шестой год я в этом бизнесе. Ну, хватит уже может заниматься и страдать. Сказала бы сейчас, чем, но не могу произносить, так как мне мама воспитала, не ругаться, а то бы поразнесла. Ну, взрослые люди уже. Шестой год я занимаюсь этим бизнесом. Какой лохотрун, какое вранье. Ну, немножко начните думать своими мозгами. Понимаете, будьте не мухами, а пчелами. Есть же люди, мухи, где в каждом ищут подвох какой-то. Поехали какую-то в гостиницу, допустим, пример. То им не нравится завтрак, то им не нравится номер, то им не нравится еще что-то. Вечно они, и то еда, то еще что-то. А люди, пчелы, во всем видят прелесть. Вот я пчела, мне все нравится, поэтому я и счастливая такая. Счастливая такая, счастливая. А пчелы во всем видят, во всем. В каждом человеке видят подвох. В каждом бизнесе, в каждом предложении, в каждом видят подвох. Не будьте такими. Жизнь у вас изменится, если вы станете пчелой. Всё, я побежала, а то заговорилась. Хочу поделиться с вами интересной информацией. Я сейчас прохожу курс «60 законов денег». И одним из законов является «никогда не отдавайте деньги в долг». Вы знаете почему? Потому что когда вы отдаёте кому-то деньги, вы блокируете финансовый поток, так как вы отдаёте свою денежную энергию кому-то. И вот если вы готовы расстаться с этой суммой, то, пожалуйста, отдавайте в долг. Вы можете отдать, знаете, каким людям, если это нужно, допустим, в таких случаях, когда человеку очень нужны деньги не на покупку, какого-то телефона или вот именно на нужды. Вот тогда это хорошо ещё может быть, исключение. А когда человеку вы даёте, чтобы что-то он купил, там что-то не хватает, это очень плохо. И никогда не берите в долг сами. Кредиты я имею в виду на покупку телефона. Это тоже блокирует вашу денежную энергию. Но многие законы, которые я, допустим, не знала раньше, но они, видите, какие актуальные. Вроде бы думаешь, да, дайте долг и самый кредит. Вот, слава Богу, но у меня ещё есть долги, я отдаю. Надо прекращать с этим делом. Но в других случаях нужно всегда заниматься благотворительностью, сеять кармические семена. Ведь от этого сколько вы посеете, столько и пожнёте. Не зря такая поговорка. Ой, у меня так расслабило, такая эйфория у меня. Аж спаточки захотелось. Здесь бы легла на солнышке, на травке. Вот, мои дорогие, кофей-голку сейчас бы выпила. Я второй день, на сутки на голодании. Прекрасного вам дня, мои дорогие зрители. Какое привлекательное кафе с игрушками, с медвежатами. А-а-а, каве-депосы. Вы видите, какая красота, сколько медвежат. Как интересно. Никого нет с утра. Это что, они оставляют солики на ночь, или они уже здесь есть? Столько медвежат, видите? Классно придумали. Как вы догадались, мы в автобусе с моим супругом едем к родителям на Ифтар. Будем готовить лахманджун, но я без ничего абсолютно. Лахманджун мне нельзя. Буду придумывать, что мне кучать. Может, яйца пожарят. Мы сейчас с Ашкемом идем, знаете, куда? Относить лахманджун. И покажу вам улички. Как живут здесь люди. Ашкем не запутался. Я говорю, как ты не запутался? А он говорит, я же здесь родился и вырос. Ой, не родился, а вырос. Девять лет ему было, когда они приехали из них до Мерси. Видите? Там улички. Здесь вот такие дома. В этом районе даже есть этот центр красоты. А вы смотрите, там какой красивый дом. Ну, не видно сейчас занавесок. Обалдеть. И тут магазины есть. Романтика. По такому крутому району мы сможем гулять. А дома здесь хорошие тоже есть. Смотрите. Видите, какой красивый дом. Время половина 20 минут 5-го до Ифтара, 2,5 часа. Там такая очередь была в этой фурене. Штук 10 заказов. Не то, что у нас там полкило фарша, ну килограмм. А у них, наверное, по 2-3 кило. Они говорят, мы не обещаем, не знаем, когда. Вам это все приготовим. Но приготовим точно. Вот такие вот дела здесь. Такая очередь. А муж говорит, это объясняется тем, что здесь, в этом районе, в основном все на посту постятся. Поэтому и любят очень мясо. Посмотрите, какие дома. Здесь хорошие, видите? Есть хорошие дома. Они тоже не все такие страшненькие. Здесь тоже есть фурен. Но папе говорит, не нравится. Мой муж говорит, что здесь раньше жила его младшая сестра, когда замуж вышла на первом этаже. А вот наш дом. Да, видите? На третьем этаже крыша. Вот где маршрутка. Но это не наша маршрутка, соседская. Видите, большой дом. Вау, муж мула есть. Это наша, говорит, муж мула. Видите, как здесь, какой домик. Тут не рдеалдин. Тут? Тут обломал, не слышишь? А, видите, какой большой дом. Третий этаж там, комната. А, где? Вау, алмаз шимды. Вы видите? Сороги леджем. А, ашкам я джем. Ура, челикёк, амау. Баксы, бак. Байлы ёрам, сад билёссан. Это наша, ура. Как меня любят. Ах, бенесарьер. Мэтэйврен бенесарьер. Такой дом. Вот так он выглядит отсюда. Это наш гранат. На первом этаже квартиранты. На втором и третьем это. Вот так живут наши родители здесь. А, посмотрите, соседи какие лимоны. Вот такая я невестка. Вот такая здесь печка стоит. Видите? Почему они любят на третьем этаже сделали эту комнату? Потому что здесь такая печка. Кухня такая. Видите, как классно. Все у них здесь есть. Давайте вместе с вами посмотрим, какие цветочки. Ага. Анымчик все убрала сюда. Смотрите, как она придумала. Классно. Здесь розочки в деревню заберут. Видите, как она придумала. Классно здесь убрали. Там, наверное, солнце сильно их припекает. Петрушечка есть. Зеленый лук. Помидорчики. Такие цветочки у меня тоже есть дома. От анымчиков. Старый район Мерсина. Я приятно удивлена. Моя заловка. Посмотрите, какой мне костюм подарила. Ей кто-то подарил. Она это не носит. И она мне подарила. Найки. Смотрите, какая красивая я. Обалдеть. Сейчас еще что-то несет. Какой у нас ехтар сегодня с родителями вместе. Посмотрите. А что здесь? А что здесь? А что здесь? Здесь лохманджу. Ой, лохманджу. Здесь что? Суп. Вау. Суп. 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 Посмотрите, какие у нас сладости. И вот это вот сладости. Пьем чай. А у меня моя сладость. Вот. Сегодня 54-й. 55-й день сегодня. И вот моя сладость. Вкусняшки. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.